Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели, подписчики YouTube-канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасмойч, и мой сегодняшний собеседник — это политтехнолог Борис Тизенгаузен. Борис, здравствуйте. Приветствую вас. Борис, в эти минуты решается фактически политическая судьба. Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона мировые СМИ пишут о том, что он согласился уйти в отставку. Давайте объясним нашим зрителям и слушателям, что служит причиной такого решения и как это может повлиять на ту поддержку, которую Украина получает со стороны Великобритании. Да, действительно, у Бориса Джонсона ситуация непростая. Только-только он преодолел со скрипом «Вот им доверие», и тут же новый скандал. И, в принципе, то, что на сегодняшний момент известно, что Борис Джонсон согласился уйти в отставку. И пробудет на посту премьер-министра до того момента, когда назначат нового премьер-министра. Это, скорее всего, произойдет в октябре. Борис Джонсон еще побудет исполняющим обязанности. Что стало причиной скандала? Ну, в этот раз причиной скандала стала ситуация с одним из назначенцев, которого Борис Джонсон назначил в 2022 году. То есть там история следующая. Вот этот персонаж, господин Пинчер, он обвинялся в домогательствах к двум коллегам. Канцелярия Бориса Джонсона перед назначением сказала, что не знала об этой ситуации, поэтому, собственно, он и был назначен на должность. А потом оказалось, что Борис Джонсон обо всем знал. Поэтому вот консервативная партия решила не откладывать в долгий ящик. Сразу же целый ряд министров из кабинета, министров Бориса Джонсона подали в отставку. Там до 50, по-моему, чиновников уже на сегодняшний день ушли в отставку, написали заявление. И, собственно, Борис Джонсон в этот раз, конечно, не выдержал давления собственных однопартийцев, консерваторов, и согласился уйти в отставку. Потому что британская политика – это история в том числе и про репутацию, и не может Борис Джонсон, как говорится, влиять негативно на рейтинг консервативной партии. Я думаю, что там и последние социологические исследования сыграли ключевую роль, что рейтинг консерваторов стал падать на фоне вотома недоверия Борису Джонсону, на фоне этих всех вечеринок в разгар пандемии, за которые Борис Джонсон извинялся. Но я хочу сказать одно. Конечно, британская политика – это история про то, как политика должна выглядеть. То есть попал в скандал, написал заявление, ушел. Нам придется этому поучиться еще после войны. Но то, что Борис Джонсон оказывал беспрецедентную поддержку Украине, то, что он сюда ездил с визитами и делал такие заявления, которые не позволяли, например, себе делать европейские политики в отношении России. То есть за это ему огромный плюс и в карму, да и вообще. И Борис Джонсон продолжает оставаться большим другом Украины, продолжает помогать Украине. Поэтому я надеюсь, что его политическая карьера на этом не закончится. И мы еще не раз пожмем руку здесь, в Украине, этому прекрасному человеку. С представкой ИО, исполняющего обязанности премьер-министра, насколько у Бориса Джонсона будут связаны руки относительно принятия тех или иных решений? Ну, конечно же, нас более всего интересуют вопросы, связанные с поддержкой Украины. Тут ведь есть система сдержек противовесов. То есть Борис Джонсон единолично не принимает решения о поддержке Украины. И, в принципе, британский парламент свою линию показал нам, что поддержка будет продолжаться, она будет усиливаться. Поэтому даже с представкой ИО все равно помощь Украине будет продолжаться. И это дело не в том, что Борис Джонсон так хочет. Дело в том, что хочет так британский народ и британское правительство. Поэтому это то же самое, как и в Соединенных Штатах Америки. Например, Байден единолично не решает. Там и республиканцы, и демократы поддерживают Украину, принимают необходимые нам решения, выделяют необходимую помощь. Поэтому я бы вот за то, что снизится поддержка Украины, я бы за это не переживал. Когда на Даунинг-стрит 10 начнет работать новый премьер-министр, курс будет таким же? То есть он не поменяется? Курс будет таким же, но, скорее всего, таких вот резких заявлений уже не будет. Потому что аналогов именно по харизме, по резкости Бориса Джонсона я пока не вижу. Ну, то есть он такой сам по себе человек. И когда он говорит, что если Россия там применит какое-то оружие массового поражения, ядерное или еще какое-то, то Британия оставляет за собой право нанести превентивный удар без согласования с Североатлантическим альянсом. Вот таких заявлений, возможно, больше не будет. Ну, вот и Михаил Чеплыка на своей страничке в Фейсбуке, комментируя эту тему, написал следующее. Для Украины ничего не изменится. Британия управляет Deep State. Это внутренние разборки и к Украине не имеют никакого отношения. Да, здесь я с Мишей согласен абсолютно. Поэтому не стоит переживать, что поддержка Украины как-то волнещится. Хорошо, Борис, идем дальше. Если верить японской прессе, китайский лидер Си Цзиньпинь отказался приезжать и в Россию, встречаться с Путиным. Официальная версия – это все тот же злополучный, злосчастный коронавирус и меры противодействия пандемии. Некоторые источники утверждают, что лидер КНР в недавнем телефонном разговоре с Путиным позволил себе саркастический, издевательский тон. Вот какое на сегодняшний день взаимодействие между Пекином и Москвой действительно ли Китай, как утверждает начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, занимает более нейтральную позицию относительно российско-украинской войны? Да, ну я вижу здесь, наверное, причину не в том, что товарищ Си не захотел посетить Путина. Точнее не в том, что это какой-то ковид или ковидное ограничение, а в том, что он просто-напросто не хочет запачкаться перед... Он хочет избраться в третий срок осенью. И вот эти рукопожимания с террористом, ему это абсолютно не нужно. И, кстати, многие эксперты ошибочно считают, что Китай прям дружен с Российской Федерацией, занимает сторону Российской Федерации. Для понимания, Россия для Китая – это огромный супермаркет со скидками, с большими скидками. И чем жестче санкции против России, тем дешевле Россия готова продавать свои энергоресурсы, да и другие ресурсы Китаю, Индии, ну или тем, кто их будет покупать. Поэтому Китай просто-напросто получает ситуативную выгоду. И, в принципе, ничего плохого в этом не видит. А так как Китай понимает прекрасно, что Соединенные Штаты, например, не хотят сближения Китая с Россией, то Китай на этом и играет. То есть он свои профиты получает это всюду. Хорошо, мы с Россией не сближаемся, но тогда вот здесь, здесь и здесь. Тогда мы торгуем вот тут, и вы нам даете определенные преференции. То есть, в принципе, у Китая политика довольно понятная. И то, что Путин нерукопожатным стал, ну это, наверное, ни для кого не секрет. Его и на Салин-20-ке отказались осенью принимать, и личное его присутствие там исключено. То есть вот такая Россия все больше и больше погружается в изоляцию, и попытки Путина снова впрыгнуть на какую-то мировую арену, стать каким-то новым лидером, не только региональным, они проваливаются. Я думаю, что со временем изоляция Российской Федерации и ее лидера будет только, ну, усугубляться, если мы со стороны Путина смотрим. А на ваш взгляд, если говорить о тех внутренних процессах, которые происходят в Российской Федерации, вот эта пресловутая война в вашем Кремле и противостояние Путина между силовиками, об этом сейчас активно говорят. И в этой связи хотел бы напомнить то мнение, которое публично высказал в июне месяце бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков. Он сказал, что в 2019 году президент Путин передал большие полномочия силовому блоку во главе с Патрушем и частично делегировал ему управление страной. Вот исходя из нынешней ситуации, насколько это действительно близко к истине? Есть в этом рацио, конечно, и по большому счету вся власть Путина основана именно на силовом блоке, который его и привел к власти, собственно говоря. Мы говорим сейчас о ФСБ, мы говорим о комитете госбезопасности. То есть вот эти люди, которые являются основой правления Путина, они в принципе такими и остаются. И Патрушев тоже выходит из этой системы. Поэтому Путину ближе, конечно, передать понятному человеку, который будет дальше продолжать его линию. И это, кстати, для нас не очень хорошая новость, потому что Патрушев, он такой довольно четкий представитель партии войны. И Патрушев поддерживает Путина в так называемой спецоперации. Я думаю, что для нас особо ничего не поменяется. Но, опять же, в России все чаще говорят о состоянии здоровья Путина. Если вы обратили внимание, в любом видео, даже которое уже обработано, смонтировано, которое выдают российские федеральные каналы, где есть Путин или Путин с кем-то встречается, у него всегда в руке что-то, блокнот, ручка. Либо он держится за стол, либо он держится рукой за руку, либо он ее в карман прячет. То есть, скорее всего, он скрывает какой-то тремор, скорее всего, он скрывает последствия или же текущую какую-то болезнь. Я тут диагнозы ставить не готов, но то, что на состояние здоровья накладывается все более усиливающаяся паранойя, это факт. То есть, вот эти все встречи за 10-метровыми столами, записи с несуществующими людьми, а потом монтаж. Помните, когда он с бортпроводницей встречался? То есть, это все говорит, что паранойя у Путина действительно усиливается, что он переживает, что его хотят отравить, уничтожить, убить. И он понимает прекрасно, Россия продвинулась далеко в разработке отравляющих веществ различных классов. Он понимает прекрасно, что это могут осуществить. Но дворцовый переворот после смерти Путина, в принципе, вполне реален. Нам бы, конечно, этого хотелось, но, к сожалению, глобально российская политика в отношении Украины навряд ли поменяется даже с уходом Путина из жизни. Если же говорить о каком-то геополитическом консенсусе относительно вопросов, связанных с завершением российско-украинской войны, то вот если говорить о позиции там Великобритании, Соединенных Штатов Америки, того же Китая, страны Европейского Союза, то какой они видят Россию в будущем? Мне кажется, каждый видит ее по-разному. То есть Китай, Китай выгодно слабая Россия. Тогда, как мы уже говорили, можно покупать за дешево ресурсы. Китаю выгодна экономическая изоляция России со стороны Евросоюза. Тогда все продукты, которые не покупают там, которые не идут на европейский рынок, пойдут в Китай и по совершенно другим ценам. Странам Европы выгодна Россия с ослабленной экономикой. Почему? Потому что тогда Россия меньше сможет выделять денег на модернизацию и развитие собственного ВПК. Россия сможет заняться внутренними проблемами, голодными бунтами, не знаю, остановленными огромными предприятиями и не будет лезть со своей агрессивной милитаристской политикой к своим соседям. Вот. Ну, то есть, по большому счету, но я тут не разделяю точку зрения, что, например, если Россия начнет фрагментироваться, ну, разваливаться простым языком, то это будет что-то очень хорошее. Дело в том, что большинство россиян проживает не по всей территории России, они проживают в рамках конкретных там нескольких областей. И оно так и останется. То есть, если там какие-то республики на окраине отделятся и начнут собственную политику, то это тоже глобально не повлияет на курс Российской Федерации. Поэтому, а вот если Украине, Украине выгодно абсолютно истощение российской экономики, Украине выгодны постоянные турбулентности, в том числе и социальные в России, тогда россияне будут, как говорится, грызться друг с другом и меньше будут думать, куда бы им еще пойти воевать. Борис, а тем временем вот в Российской Федерации это уже такая тенденция, которую мы наблюдаем не первый месяц, уже пятая смерть, пятая загадочная смерть газовых менеджеров России. Про самоубийство, кстати, уже не говорят. В коттеджном поселке Морские террасы под Петербургом найдено тело бизнесмена Юрия Боронова. Он возглавлял компанию Астрошиппинг, которая специализировалась на подрядах Газпрома в Арктике и Боронов погиб от выстрела в голову. Аннушка продолжает разливать масло? Вот эти загадочные смерти российских газовых менеджеров, они, в принципе, имеют под собой несколько причин. Ну, первая причина, соответственно, уменьшается поток из-за санкций, уменьшается количество, как говорится, кормовой базы. Вторая причина это то, что многие чиновники, они же не все в России погибают. Один там где-то в Италии семью свою тоже уничтожил и сам застрелился. То есть они же погибают в разных местах. Это люди, которые являются носителями колоссальной закрытой информации. Куда распределяются потоки? Какие проекты финансировались вот этими нефтегазовыми долларами? Кто за этим стоит? Кто реально курирует? Какую роль играет ФСБ? То есть это люди, носители колоссальной секретной информации. Возможно, некоторые из них, чтобы не попасть под санкции, не потерять все, что непосильно нажито, как говорится, за долгие годы, захотели пойти на сделку со спецслужбами других стран. И вот эти показательные казни, которые были замаскированы под самоубийство, это намек всем остальным, что с вами будет, если вы вдруг захотите рассказать те секреты, которые вы знаете. Поэтому я думаю, что это не первая, а не последняя смерть. Я думаю, что вот эти загадочные самоубийства, они будут продолжаться. И нам это, в принципе, в плюс. Чем хуже ситуация в России, чем стабильнее, чем больше секретов выдают западным спецслужбам, тем более уязвимой становится вот эта страна-бензоколонка Российской Федерации. Но вряд ли эти загадочные смерти каким-то образом могут поспособствовать внутренней раскачке ситуации в самой России, но это определенный сигнал для богатых людей, для людей, которые какими-то узами, но все же связаны с действующим политическим кремлевским режимом. Да, отчасти это и передел сфер влияния. вот эти смерти или какие-то массовые убийства, самоубийства, они, конечно же, глобально не поглядят никак на российскую экономику, потому что эти люди это тысячная часть тех, кто выкачивает из России деньги. Поэтому нам за этим просто нужно повнимательнее наблюдать, и те, кто еще живы остались, но сбежали за границу, например, тот же Чубайс, вот нам бы интересно было послушать этих людей. Люди, которые были по большому счету архитекторами прихода Путина к власти, они могут рассказать очень много всего интересного. И тот сотрудник бывшего СБ, про которого вы говорите, он периодически это делает, сливает нам внутреннюю кухню Российской Федерации. То есть вот эта функция, она нам крайне полезна, чтобы мы понимали, как вражеская страна функционирует внутри и кто там реально должен попадать под санкции, а не номинально, скажем так. Также я хотел бы с вами обсудить и результаты определенного соцопроса, который был проведен в Германии. 47% немцев считают, что Украина должна отдать территории на Востоке ради достижения мира. 41% опрошенных телезрителей выступают против такого решения проблемы, проблемы Российско-Украинской войны. Не свидетельствует ли это о том, что Европа, она, конечно же, устает от этой войны? Можем говорить о том, что история немцам ничему не учит. И вот это общественное мнение, как оно может повлиять на ту поддержку, которую все же мы получаем, но она имеет место быть от Германии. Да, здесь нужно понимать, что российские средства массовой информации довольно плотно исторически и активно работали и работают в Германии. И Германия исторически тесно сотрудничает экономически с Российской Федерацией, покупает там довольно большое количество энергоресургов. Немцы, которые привыкли считать каждую копейку, возможно, не готовы из-за санкций против России чувствовать это на себе, чувствовать повышение цен, повышение цен на топливо, на коммунальные услуги какие-то. То есть, понятное дело, что они заботятся о своем внутреннем комфорте. Поэтому они довольно цинично, как всегда, и прагматично говорят, давайте, Украина, отдайте часть своей территории, все это забудем, подпишите мирное соглашение, будем с Россией дальше торговать. Ну, как говорят у Франции, сохранить лицо Путину, да? Да, сохранить лицо Путину и в первую очередь сохранить свои собственные финансовые сбережения. Поэтому понятное дело, что они так заявляют, нам нужно просто плотнее работать и на дипломатическом уровне, и на уровне базовом социальном, разъяснять, там много наших беженцев, они могут реальную картину рассказывать. Я думаю, что изменить мнение немцев по поводу Российской Федерации это история не одного дня. Да и сами немцы, они же у них горизонт планирован не год, не два, они на десятилетия вперед посматривают. Поэтому с этим, конечно, сложно будет что-то сделать, но помощь нам Германия оказывает. Пусть и под давлением Шольц, и под давлением Бундестага это делает, но на уровне политическом помощь нам оказывается. Может не в тех объемах, как нам бы хотелось, но оказывает. Но есть и другие помощники, которые более активно помогают. Вот, кстати, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова предоставить Украине гарантии безопасности, но не такие, как у НАТО. А в принципе, какие гарантии безопасности нам нужны? в идеале, конечно же, такие, как у НАТО. Ну, то есть, пятая статья, коллективная защита. Естественно, такие гарантии Шольц нам не предоставит. Я вообще, честно говоря, не понял, про какие гарантии он говорит, если честно. То есть, гарантии, что он сразу позвонит Путину и попросит его не продолжать войну. Ну, не знаю, он это делал уже. Поэтому я жду все-таки конкретики от Шольца. Немцы в этом плане довольно конкретные люди. Если они что-то говорят, значит, так и будет. А какие гарантии? Ну, сложно сказать. Гарантии нам бы гарантии безопасности какой-то ядерной державы. Вот в рамках нового союза, например, той же Великобритании. Но тут тоже вопрос. Россия тоже ядерная держава. Никто не захочет рисковать и, как говорится, ждать, а применит Путин ядерное оружие или не применит. А по Украине или не по Украине? Ну, то есть, пока что это только разговоры. Ждем конкретику. Вот относительно конкретики в офисе президента говорили, что в обозримом будущем, возможно, даже уже в конце июля предоставят на суд общественности вот этот драфт договора о гарантии безопасности. Вот исходя из той информации, которую, возможно, вы обладаете, насколько наши международные партнеры охотно ведут дискуссии относительно предоставления нам тех или иных гарантий безопасности? Неохотно. Точнее так, все по-разному. Например, Польша, которая анонсировала вот такую гарантию безопасности, что, допустим, Польша закрывает воздушное пространство Западной Украины своими системами ПВО. Вот это хорошая гарантия безопасности. А что там имеет в виду Шольц, мне сказать сложно. Вот этот драфт, который будет, смотрите, гарантия безопасности, почему многие ведут неохотно дискуссию, потому что гарантии безопасности это обострение ситуации с Российской Федерацией, это новые санкции, это, значит, деньги, которые придется потратить на вот эти самые гарантии безопасности. Поэтому, естественно, ни один правитель, который заботится о своих гражданах, избирателях, не готов брать на себя дополнительные расходы и потом объяснять своим немцам, не знаю, французам, кому-то еще, почему же из бюджета выделяются деньги туда, на пороге глобального экономического кризиса, на пороге какого-то голода, почему мы должны снова взять кучу денег и отдать их Украине. Конечно, неохотно они ведут, но здесь все понятно. Ну что же, Борис, огромное вам спасибо за этот эфир. Политехнолог Борис Тюзенгаузен был сегодня вместе с нами на Политак, а также я благодарю всех наших зрителей, слушателей, подписчиков за внимание. Берегите себя и все, до Украины. До новых встреч. До свидания.